В сентябре 2020 года к своим полномочиям приступили депутаты нового, уже седьмого по счету созыва. Именно от них во многом будет зависеть то, что произойдет с нашим городом в ближайшие пять лет. О том, чего ждать жителям 23 округа, планах на будущее, актуальных задачах и работе с избирателями, нам рассказал депутат городской думы Иван Ситников. Иван Иванович, как ни странно, давайте начнем с подведения итогов. Вот какую оценку вы самому себе поставили бы за работу в прошлом, шестом созыве? Ну вот вы знаете, оценку нашей работы дают избиратели, когда они нас хвалят или ругают, в конце концов, когда голосуют за или против, ну либо баррикатируют выборы. Я вот выскажу свое чисто субъективное мнение. Мне кажется, я за шестой созыв сделал чуть больше, чем за предыдущий созыв. И надеюсь, что новому депутату в моем старом округе будет чуть легче. Мне же будет на новом фронте тяжелее, но вы знаете, это мобилизует. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Иван Иванович, а просто вообще, чтобы понимать, какой может быть работа думы. Про вас часто шутят, что вы депутат, рецидивист, ветеран всех созывов. Вот из всех этих, ну получается, шести прошедших созывов, какой вы считаете самым ярким? И в чем его заслуга перед городом? Ну, два момента я скажу. Одним из самых сильных созывов был городской совет, 19-м созыва, 90-й, 93-й год, где председателем был Валерий Николаевич Такоев. 150 депутатов. Вот они сделали много. Я не буду занимать эфирное время, скажу только, что вот именно этот городской совет посредством статусной группы разработал проект закона АЗАТО. И много было других крупных дел. Вот на первое место ставлю горсовет. А еще мне запомнилась очень эффективная работа городской думы второго созыва. Председатель Амельчев Анатолий Тимофеевич, заместитель Лемаренко Валерий Игоревич. Вот они работали очень творчески. И как раз 30 депутатов вот этого второго созыва, они мне запомнились как сильная команда, которая знала, зачем она шла в Думу. И уже став депутатами, получив полномочия, они реализовали свои планы. А вот о других созывах, наверное, говорить не буду. Отмечу только яркие. Горсовет и Дума второго созыва. Дума второго созыва, которая как раз инвестиционную зону создала. Совершенно верно. И вот как раз основой на законе АЗАТО была создана инвестиционная зона и три фонда. Вот через фонд социального развития была создана структура агентства недвижимости ФСР, которая построила очень много жилых домов в нашем городе и объектов соцкультбыта. Это воплощение зримое. Дела, которые можно потрогать руками, это вот не бумажки, не решения, которые никому не нужны. Именно решения, которые воплотились в дела, дела можно посмотреть и через 30 лет. Вот это, я считаю, вклад громадный. То есть мы живем наследием тех дел? Да, совершенно верно. Иван Иванович, давайте перейдем уже к вашей работе. Вы сменили округ. Достаточно неординарное, редкое, да по-моему даже единичное явление. Скажите, почему это произошло? Вот здесь сложилось много факторов. Ну, во-первых, мой депутатский стаж, как в сказке, 33 года. Из них в одном и том же округе 30 лет. И я раньше жил вот на территории своего избирательного округа. Но время идет, мои родные и близкие сменили место жительства, я тоже сменил это место жительства. И когда по семейным обстоятельствам я стал появляться в старом районе, меня там и заприметили уважаемые ветераны того округа, которые попросили меня стать их депутатом. Даже попросили? Ну да. Кстати, есть и другие причины, но на них тоже не будем тратить эфирное время. К тому же я не собираюсь бросать прежних избирателей, которым я многим обязан, с которыми нам удалось сделать много добрых дел. И с некоторыми меня связывают чисто такие дружеские связи. Но я иллюстрирую. Вот, к примеру, сразу после прошедших выборов мы с депутатом Михаилом Савиным, который заменил меня в 15 округе, организовали субботник по посадке деревьев на улице Радищева. И я еще узнавал в центре ЖКХ, как выполняется мой предыдущий должок. Это утепление еще одной квартиры, фасада дома на улице Московской. А если будут какие-то мероприятия, либо совестные поездки, то вот мой нынешний совет ветеранов и прежний совет ветеранов вполне могут объединиться и поехать на экскурсии на одном и том же автобусе. Это будут совместные дела, я думаю, что это будет только приветствоваться. Иван Иванович, у депутата две основные задачи – обещать и исполнять. Они по-разному соотносятся. Про исполнять, наверное, пока рано спрашивать. Вы только-только переизбрались. Давайте по поводу пообещать. Вы, как и все остальные кандидаты, выходили с определенной предвыборной программой. Вот что вы наобещали своим избирателям? Ну, я вообще-то исходил из жизненных интересов людей, проживающих в 70 домах. От улицы Тижинского до Северного переулка. Какие-то потребности у разных, совершенно разных избирателей являются типичными и общими, а какие-то индивидуальными. И вот объединяет, что объединяет? Объединяет людей то, что они желают жить в безопасной и комфортной среде, здесь и сейчас. И надеются, что их дети и внуки будут жить в еще более красивом городе и в лучших условиях, чем их папы, мамы, бабушки, дедушки. Это вполне естественное желание. И поэтому вот эти наказы направлены именно на улучшение окружающей среды. А вот диапазон этих предложений, как я уже говорил, самый разнообразный. Благоустройство детского парка и пойму реки. Электроосвещение дворов и создание мест для парковок автомобилей. Приведение в порядок внутриквартальных территорий и строительство тех же спортплощадок для подростков. Козырьки над подъездом, металлические двери, установка лавочек, ликвидация аварийных деревьев, новое озеленение. Ну и трудный вопрос от содействия в трудоустройстве и так далее и тому подобное. А вообще в нашей думе, ну по опыту, даже прошлого созыва сотрудничество депутатов имеет место быть? Да, конечно. Потому что здесь легче реализовать многие программы, но нет четкой границы, как между государствами. Округ иногда переходит плавно в другой округ. Перетекает. Да, да, да. И мы вот сейчас уже договорились с коллегами, что будем сотрудничать с депутатами соседних округов. Иван Иванович, давайте немного конкретики. Как вы планируете исполнять свою программу? С чего начнете? Какими будут первые дела? Я вот сейчас начну с определения приоритетов. Что сделать в первую очередь, что во вторую. Потому как денег на реализацию всех наказов в короткие сроки никогда не бывает достаточно. Вот отсюда вытекает вторая задача. А из каких источников эти работы финансировать? Вот если в нынешнем СЗА останется так называемая депутатская квота 500 тысяч рублей на округ, ну как строчка в городском бюджете по заявкам депутатов, то на эту сумму вполне реально в будущем году соорудить спортплощадку во дворе между улицей Крабкова и Октябрьским проспектом, между проспектом Мира и улицей Держинского. Там когда-то в советское время была хоккейная коробка. И я по просьбам избирателей хотел бы возродить на этом месте современную спортплощадку. То есть не детский маф с комплексами для игр, а именно спортплощадку? Я думаю, что для дошколят более-менее мафы, игровые комплексы депутаты, мои коллеги и я в том числе установили. Есть проблема в занятости подростков школьного возраста. Вот как раз на эту категорию я хочу обратить внимание. Но естественно не оставить без внимания и отдых более взрослых, более пожилых людей в этом же дворе. Второй источник – это программа поддержки местных инициатив, которая финансируется большей частью из областного бюджета. Здесь я планирую обязательно принять участие в проекте электроосвещения дворов в районе улицы Ушакова, в первую очередь, и Северная переулка во вторую очередь. Но опять-таки для этого нужно просто выиграть в конкурсе проектов на областном уровне. Еще бы хотелось, очень хотелось выполнить наказ жильцов дома номер 2А по улице Победы, расширение парковки вокруг дома. Я узнавал, проект имеется, проект 2018 года. Он еще не устарел. Возможно, в него придется внести коррективы, и я думаю, что мы в ближайшее время со специалистами Департамента городского хозяйства выйдем на место. И если вот нашу передачу увидит и услышит инициатор этого дела Андрей, житель этого дома, то пригласим его обязательно принять участие в возможных изменениях этого проекта. Но, чтобы задуманное осуществилось, я еще раз подчеркну, нужно выиграть конкурсный отбор на уровне Нижегородской области. Третий источник – это, собственно, средства нашего городского бюджета, которые мы ежегодно утверждаем где-то в декабре месяце на заседании Думы. Сейчас уже октябрь, и основные параметры бюджета 2021 года, я думаю, что уже сверстаны. А чтобы туда вклиниться депутату со своими хотелками, для этого нужно, чтобы большинство депутатов, больше половины, проголосовало за эту предложенную поправку. А у каждого депутата эти поправки свои, и не по одной поправке. Поэтому, если не договоримся, практика показывает, что не пройдет ни одна поправка. И, наконец, четвертый источник, при условии, если мы получим одобрение, это федеральные средства в рамках туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». На большие проекты, коими я считаю очистку Сатиса и благоустройство заливного луга. Безусловно, есть и пятый источник. Каждый депутат будет стремиться привлекать и другие инвестиции из различных источников. И вот, завершая отвечать на этот вопрос, я обязательно подчеркну, что планы и программа могут и должны изменяться в зависимости от мнения избирателей. Вот свежий пример. Одна группа жителей одной из улиц, в основном те, которые постоянно пользуются своими автомобилями, высказала просьбу о расширении участка улицы. А другая группа людей категорически против. Так вот, депутату ни в коем случае нельзя с кондачка, с шашкой на голо продавливать мнение какой-то одной группы. Здесь главное слышать друг друга и находить возможный компромисс, который бы устроил обе группы. А если не найдем, то и, наверное, дела не будет. Иван Иванович, вы последовательно защищаете от нападок русскую православную церковь. Один, кстати, из немногих депутатов. Как вы считаете, какое место и роль она должна играть в жизни нашего города? Где тот баланс, который учел бы мнение всех жителей? Ну, церковь способна сама себя защитить, дело не в этом. Ведь вот вопросы веры – это очень тонкая и деликатная тема, сугубо личная для каждого человека. И вот когда в эту сферу беспардонно вмешиваются люди молодые и невежественные, оскорбляющие как священников, так и святыни, я считаю, что вот это неприемлемо. Вот посудите сами. К тому же христианскому учению больше двух тысяч лет. Ее пронесли через века, через жесточайшее время выдающиеся люди. Это вера наших отцов, дедов, матерей, бабушек и всех пра-пра-пра-пра, всех предков, которые жили вот на этой земле, растили хлеб, возводили храмы, умирали, кстати, за эту землю и за ту же веру. И нам несказано повезло, что мы живем именно вот на этой земле, на Саровской земле. Кстати, вот у других закрытых городов, молодых городов нет такой... Культурного наследия. Да, богатой истории. И нам бы беречь вот наши святыни, да гордиться ими, а вот вместо этого некоторые правнуки предков наших ерничают и издеваются над этим. Тем самым, вот согласитесь, логично, они предают веру предков, они предают землю, предают дела отцов, смеются над этими делами. То есть они предатели своего отечества, от слова отец. Кто-то скажет, что они поступают так по недомыслию, мол, молодежь там бравирует в сетях, но это не бравада. На мой взгляд, это разжигание межрелигиозной вражды. Это, образно говоря, выстрелы в спину из пистолета с глушителем. Выстрелы в прошлое, выстрелы в церковь, в предков, в нас. Вот либо отвергая, либо подвергая сомнению тысячелетний опыт предков. Ну а потом мы видим, как вот после этого на Западе идет оправдание греха, где черное выдается за белое, белое за черное. Ну вот, допустим, у всех на слуху, это мы видим на примере культа взглядов лиц с нетрадиционной ориентацией. Отвергается семья, отвергается устои. Ну это уж все с ног на голову переворачивается. Но я задаю еще один вопрос. Что если бы наши доморощенные воинствующие атеисты попробовали так неуважительно высказаться о священниках и о мечетях на том же Северном Кавказе? Что бы с ними стало? И псевдоним, за которыми они прячутся, не помог бы. Быстренько бы вычислили, нашли и наказали. Причем наказали жестоко. Вот во Франции, в недалеком прошлом, мы видели, слышали, что стало с такими журналистами. Выходит, что вот такие анонимные авторы просто трусы, которые прячутся за псевдонимом, за периметром, уповая на то, что наши священнослужители терпимы, они все простят. Конечно, все идет от невежества. Я считаю, что все идет от воспитания. Я вот в заключение расскажу сюжеты из рассказа писателя Александра Николаевича Стрижова, который в 90-е годы не менее трех раз был у нас в Сарове. Так вот он пишет в этом рассказе. Сюжет таков. Приехал как-то атеист-пропагандист в глухую деревню просветить неграмотных крестьян, что Бога нет. Разголагольствовал долго-долго-долго. В конце лекции обратился к залу. Что, вопросы есть? Ну, встает один старичок, типа деда щукаря, и спрашивает. Милый человек, вот ты все знаешь. Скажи, отчего корова кладет лепешками, а коза орешками? Лектор засмущался, растерялся. Говорит, наверное, у них разные строения желудка, а вообще я в этом не разбираюсь. Ну, тогда дед ему и говорит. Вот-вот, в дерьме не разбираешься, а о Боге рассуждаешь. Я надеюсь, я выразил свое отношение вот к таким воинствующим атеистам. Беречь бы все надо и уважать веру, мнение и взгляды других людей. Иван Иванович, давайте вернемся к думским делам. Состав серьезно обновился, это не секрет. Скажите, пожалуйста, каких и чего, точнее, вы ждете от своих коллег, и какие надежды на них возлагаете? Я отвечу очень коротко. Мы еще по-крупному не начали работать. А это покажет только работа. И поэтому преждевременного диагноза я ставить не буду. Пока этого делать не стоит. Да, поживем, увидим. Иван Иванович, мне очень нравится традиция в некоторых восточных странах давать лозунги. Ну, например, в Японии. Там каждый год или правление каждого нового императора, оно знаменовано определенным лозунгом. В Корее, в Китае, по-моему, тоже эта традиция есть. Это такой способ дать людям понять, чего и куда. Ну, на простых словах. Там буквально два-три предложения, может быть, даже всего одно. Вот как вы считаете, каким мог бы быть лозунг этой нашей новой думы, с которой мы будем жить следующие пять лет? Вопрос сложный. Но я думаю, что это делать тоже пока рано. Я очень боюсь, что яркий лозунг может послужить для прикрытия каких-то прорех. Ну, как заплата на дырявой одежде. Лучше пока без всяких лозунгов говорить людям правду, работать по правде, поступать по правде. Но я считаю, что депутат – это звание вторичное. Нужно всегда оставаться человеком. А когда коллеги, и я в том числе, мы найдем какую-то красную линию в работе нынешнего созыва, а впереди у нас пятилетка, ну, вот, наверное, эта красная линия и будет своеобразным лозунгом. Люди сами придумают. Надеюсь, позитивный лозунг. Если будем работать негативно, лозунг будет соответствующий. Иван Иванович, работа депутата складывается из нескольких компонентов. Это та деятельность, которую он ведет на округе, решая проблемы, и работа, что называется, в зале, на заседаниях и комитетах. Каждый депутат, насколько я понимаю, должен войти в определенное количество комитетов. Вот какие планируете войти вы? Чем вы будете заниматься? Это зависит от утвержденной структуры. У нас вот только что завершилось первое заседание Городской думы, и мы приняли решение создать рабочую группу, которая бы предложила на суд депутатов вот этот скелет структуры. Я тоже вошел в эту рабочую группу, и сразу выскажу свое мнение. Я бы видел три комитета. Планово-бюджетный, по градостроительству и городскому хозяйству, и социальный. Планово-бюджетный комитет я бы совместил с имущественными отношениями. Это ведь тоже финансы, это тоже деньги. И, как правило, финансовые вопросы курирует кто? Первое лицо – председатель думы. Второй комитет, в отличие от предыдущего созыва, я бы сделал объединенным комитет по градостроительству и городскому хозяйству. Его призван курировать один из заместителей, председатель думы. Ну и социальный комитет курирует второй заместитель. Я планирую войти в первые два комитета и обязательно в комиссию по безопасности дорожного движения, но уже при администрации города. А какие еще будут рабочие группы комиссии, подкомиссии? Ну, время покажет. Они будут создаваться именно под проблему, для решения какой-то проблемы. Вот я вам так отвечу. А почему для вас важно войти в комиссию по безопасности дорожного движения? Вроде бы старый район довольно спокоен с этой точки зрения. Нет, вы знаете, я считаю, что для кого-то эта задача локальная, для меня она выпирает чуть ли не на передовые места. В нашем городе, я уже говорил, что будут заниматься проблемой безопасности в самом широком смысле слова, одно из проявлений этой безопасности является безопасность на дорогах, дорожно-транспортная безопасность. Она касается как водителей, так и пешеходов. И вы знаете, со строительства нового моста и вот новой дороги, кольца, разворота, многие недисциплинированные водители стали срезать свой путь с большой скоростью, проезжая по ближайшим дворам. Это очень опасно как для детей, так и для пожилых людей. Город растет, машин прибавляется очень много. И в то же время, согласно федеральному законодательству, у нас сократилась численность нашего ГАИ, буду говорить по-старому. И их не надо критиковать, их нужно только пожалеть и помочь. У нас город покрывает один патруль госавтоинспекции. Естественно, мне бы хотелось, чтобы у нас, мы вспомнили, хорошо забытые старые, но ведь новые, ведь это хорошо забытые старые. Раньше госавтоинспекции помогали внештатные сотрудники, дружинники. Вот я считаю, что в настоящее время реально возродить систему этих внештатных сотрудников, применив кое-какие там рычаги, шаги, решения пути и так далее. То есть общественность должна помочь официальной структуре. У нас качественные дороги можно пересчитать на пальцах одной руки. Но я уже говорил, недисциплинированные водители. Значит, ночной шум, гонки, как в новой части города, так и в старой. И жители обращаются к нам решить эту проблему. Поэтому я обязательно войду в эту комиссию по безопасности дорожного движения. Ну и, наверное, все-таки буду стараться информировать избирателей о тех решениях, которые там принимаются. Вот такое дело. Иван Иванович, и последний вопрос, с которого, в принципе, можно было и начать. А кто вообще такой сегодня муниципальный депутат? Я не буду пересказывать скучные регламентные вещи. Просто напомню пресс-конференцию нашего президента, где он сравнил себя с завхозом, которого население наняло управлять большим хозяйством большой страны. Мне это очень запомнилось. Так вот, если президент – это большой завхоз, то губернаторы на местах – это завхозы поменьше. Мэра городов – это величина еще меньше. Председатель Думы по статусу – он ниже мэра. Вот теперь, сами посудите, кем в этой этажерке власти являются местные депутаты. Я не буду уставать повторять, что не надо считать нас, депутатов, избранными людьми. До нас выбрало население. Но мы не избранные. Мы всего лишь обслуга для населения. Мы вечные должники перед населением, которое доверило нам защищать их интересы. Вот и все. Вот на этом уровне, давайте остановимся и не будем надувать щеки. Мы – обслуга для населения. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы беседовали с депутатом городской думы уже седьмого созыва Иваном Ситниковым. Иван Иванович, большое спасибо, что пришли. Подачи вам в вашей работе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...